Духовность Я встречал в жизни примере, когда человек не говорит про духовность, но его вера притягивательна и читается и без слов. Как вы думаете, может ли человек практиковать свою духовность так глубоко и честно, чтобы влиять на этот мир без слов, только своим поведением и результатом? Другой вопрос. Что заставляет вас делать частые ссылки на духовность из святей книги? Вы обучаете бизнесу. Расскажите, где вы постигли религию уже в осознанном возрасте, что читали, где учились. Я собираюсь учиться у вас, но я не испытываю какой-либо религии. Будет ли это влиять на успех моего обучения у вас, если я буду выполнять задание как нужно? Какого партнера вы выберете из двух? Бизнесмена, который честен, однако равнодушен к религиозным вопросам, или человека религиозного, но в порядочном, с которого вы не уверены? Следующий вопрос. Бывали ли у вас сложности с партнерами из-за разногласия духовного порядка? Открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Открыть, что-то так поставить. Это цель, чтобы помогать больше, конечно, людям. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители, дорогие наши ученики. Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Вопросы Довлатова». Сдавайте актуальные вопросы, мы всегда готовы вам ответить. Дорогие мои, ставьте лайк под наши видео, рекомендуйте своим знакомым, друзьям наши видео, наш YouTube-канал. Станьте причиной успеха для них. Есть очень много людям, которые эти ответы могли бы помочь. Мы это YouTube-канал держим с такой целью, чтобы эти ответы, то есть, отвечая на одно вопрос, это поможет, например, десятки, сотни или тысячи людям, которые похожи, вопросы были бы у них. И, возможно, он сейчас в данный момент либо не столкнулся с этим, либо в будущем сталкивается с этим. Поэтому будем благодарны вам, если вы рекомендуете наш канал своим знакомым, друзьям, которые нуждаются этим ответами, кому это помогло бы. Большое вам спасибо. Хочу ответить на несколько вопросов. Я встречала в жизни примере, когда человек не говорит про духовность, но его вера притягивательна и читается, и без слов. Как вы думаете, может ли человек практиковать свою духовность так глубоко и честно, чтобы влиять на этот мир без слов, только своим поведением и результатом? Конечно, это истинная духовность. На самом деле, настоящая духовность именно эта. Настойший духовный человек – это тот человек, который живет таким образом, чтобы его жизнь является сама по себе источником знаний, его жизнь сама по себе является источником, примером. То есть, Махатма Ганди говорит, что если вы мечтаете о каком обществе вы мечтаете, сначала сами станьте таким. Вот, если мы говорим, что наше общество должно быть такое и так далее, и так далее, и так далее, нам самим сначала надо стать таким человеком. Честно скажу вам, за долгий год своей работы, уже 20 лет работаю, 21, многие вещи я питаюсь, сделаю, еще не всегда получается. Очень много работы надо над собой. Поэтому это настоящий духовный путь, когда вы это уже видите за пределе слова, вы видите, уже не объясняете словами, вы уже этим живете. И это есть ваши глубокие ценности. И вы своим поступком, поведением, вы раскрываете у других мудрости, понимаете, вы своим поступком, поведением, вы даете огромные силы и надежды других людей. Вообще все пророки так делали, и все святые люди так делали. На самом деле так. Большинство мастера были такие, что они, либо они, то есть их неучение соответствовало их поведениям, поступкам. Вообще на самом деле духовность, это, я считаю, что духовность, это не настолько религия. Духовность, это образ жизни человека. Это образ жизни. Ты сам станешь сначала этим. Другой вопрос. Что заставляет вас делать частые ссылки на духовность и святые книги? Ведь вы обучаете бизнесу. Большое вам спасибо. Бизнес – это всего лишь способ реализовать себя. А только чтобы стать человеком, это единственный способ, это именно как раз это духовный мир нужен. Именно духовные ценности нужны. Духовные ценности позволяют стать человеком. А вот бизнес, она точно так же, как, например, художник реализует себя через свои картины. Музыкант через свою музыку выражает себя. Самовыражение, понимаете? Бизнесмен выражает себя через бизнес. Чувство своего достоинства. Именно что ты стоишь, к чему ты способен. Вот через бизнес ты выражаешь себя. Но я убежден за долгие лет свою работу, анализы, консультации и так далее, что бизнес, который построен на духовной принципе, она постепенно просветает. Успех за один день не происходит. Если у человека духовный интеллект развита, у него терпения хватает. Он стабильно, потихонечку могут двигаться. За один день богатство невозможно, за один день умнымство невозможно, мудрымство невозможно. Вы за один день можете наследство получать, но это не означает, что вы богатые. За один день вы можете лотерею выиграть. Или там не знаю, как это выигрыши получать. Но это не позволяет вам быть богатым, потому что твое сознание не вырос, ты это все равно потеряешь. Нету человека почти, который получал наследство или получал джекпот, или там, не знаю, игровый автомат, или казино, или где-то лотерею выиграл, и он остался богатым. Таких людей нету. А люди, которые своим трудом, своим умом, своим усилием заработали, их не богатство надолго остается. То есть я делаю ссылка на духовные ценности человека для того, чтобы люди не поняли, не относились к тому, что как будто деньги это все. Понимаете, для бедного человека и для обычного человека деньги это выглядит все. Это решение проблем, деньги это там способ получения цели и так далее, и так далее, и так далее. А для по-настоящему богатого человека, для человека, который духовно богат, по-настоящему богат, деньги всего лишь идеальный работник. Значит, для массового народа деньги это все, а для по-настоящему богатого человека деньги это только одно, это идеальный работник. Все, другого нету. Поэтому я делаю ссылки на духовные ценности, на священные книги и так далее, потому что, когда человек фундамент построит на честности, на справливости, на моральные ценности, и его бизнес, фундамент будут крепкими, тогда его бизнес будут просветать. Соответственно, исходя из духовной ценности, он выберет ту бизнес, который направлен на благо общества. А если это направлено на благо общества, сама жизнь способствует развитию этого. Если вы внимательно посмотрите, все то, что направлено на благо общества, сама жизнь способствует его преумножению, развитию и так далее, и так далее. Это очень важно понять. Это есть одно из духовных принципов, это одно из духовных ценностей. Понимаете? Поэтому в любом своей поступке надо всегда стараться понять его невидимую часть. Я понял, что каждый мой поступок это из семена, это из кирпичей, которые строят свою жизнь. Каждый поступок, который я делаю, это из кирпичей, от которого застроить свою жизнь. А мои привычки, мой характер, это есть те детали, от которых состоит моя судьба, скажем, мою личность. Поступая так или иное и так далее, либо я укрепляю свой характер, либо я развиваю положительные привычки, либо отрицательные привычки. А эти привычки формируют мой характер, а мой характер определяет мой жизнь. Получается, что в итоге это все приведет к моему образу жизни. А я очень хочу стать причиной, чтобы мои ученики благороднее были, чтобы мои ученики, кто услышал меня, кто читал мои книги и так далее, мои читатели, чтобы эти деньги использовали на благо себя и благо общества. Вот только для этого. Поэтому я считаю, что это один из основного, можно сказать, долга, как наставника, что мои ученики были в лучшую сторону. То есть мои ученики были лучше, лучше, чем я. Они должны стать еще более успешными, чем я. Иначе гроша, мое наставление, если я там наставление даю, и мой ученик пошел в другую сторону, обратные пути и так далее. У него вырос горденья, высокомерие, он деньги использует, скажем, на вредь и так далее. Деньги же это как оружие. Это же так, ты его можешь использовать или на вредь, либо на благо. Расскажите, где вы постигли религию уже в осознанном возрасте, что читали, где учились. Я не учился мадресеем. Я мусульманин. Я глубоко верюший мусульманин. С восьми лет, когда мне мама отдала наставнику, где-то я начал пятикратные молитвы и намаз почитать. Мне было уже, по-моему, в районе девяти или около десяти лет. И с того времени, я читаю пять раз намаз, и вот с детства я изучал полностью перед наставником законы шариата, Коран и так далее. А в взрослой жизни я специально никуда не пошел, чтобы учиться. У меня нету такого образования, как люди мадресеи или храмы, или церковь, или где-то приобретают же знания. Есть специальные знания, где ты учишься в исламском вузе, или ты учишься в христианском вузе и так далее. Нет, у меня нету такого образования. Я не учился в этом. Я учился в том, что перед моим наставником когда-то учился. И это заложило моё фундамент, и я их соблюдаю и развиваю, работаю. Я читал Библию, я читал Торо, я читал Коран. Я постоянно читаю Коран, правда. Я постоянно читаю Коран. Почему? Потому что читаю хадисы пророков, читаю Коран, и читаю мудрые книги, которые направлены на это. Именно по учению. Я читаю для себя точно так же, как и читаю книги о бизнесе, читаю книги об успехе и так далее. Я читаю, что это балансировано должно быть. И всегда люди рекомендуют так. В одном руке держите священник книги, в другой руке держите современные профессиональные знания, то есть книги, технологии и так далее. Тогда вы не запутаетесь, вы будете с этого стана добиться того, что надо. Я собираюсь учиться у вас, но я не испытываю какой-либо религии. Буду ли это влиять на успех моего обучения у вас, если я буду выполнять задание, как нужно? Конечно. Если соберется учиться у меня, я не религиозный человек, я не обучаю религии, я обучаю бизнес. Поэтому я обучаю бизнес, я обучаю человечности. Вы человек. Я обучаю человеческой ценности. И моя основная задача – умение помочь вам раскрыть себе ту сильную сторону, которая у вас есть. Моя основная задача – поддерживать вас, чтобы вы сделали то, что вы самостоятельно не могли бы делать или не верили бы в себе, чтобы это реально для вас. Моя основная задача – удвоить, утроить, десятикратно усилить вас. Моя основная задача в этом. Я наставник для того, чтобы помог вам экономить годы вашей жизни. Для этого я обучаю. Поэтому четыре правила нашей компании, которые я соблюдаю с того дня, когда эта компания регистрировала. Первый – мы не обучаем религии, и мы не знаем о религиях, мы не профессионали в нем. И второе – нам нельзя задавать вопросы касательно национальности и так далее, потому что мы все нации относимся одинаково. Точно так же, как ко всем религиям относимся одинаково. Четвертое – нам нельзя задавать вопросы касательно политики и так далее, потому что мы не профессиональ в политике, мы не понимаем политики. Нас политика мало интересует. Четвертое – нельзя у наших тренингов, наших организаций, если попадет в мои тренинги, заниматься рекламой, продвижением каких-то либо компаний и так далее. Нельзя. У нас запрет. Это корпоративная культура нашей компании вот так формирована. Мы это сделали уже несколько лет назад, когда 12 лет назад, уже скоро будет 12 лет в декабре, как компания открыла. В дальний момент 11 лет назад, когда эту компанию открыл, я формировала эту корпоративную культуру, мы так и делаем. Поэтому, если вы учитесь у нас, самое главное, чтобы вы прошли те требования, которые соответствуют. Не обязательно, чтобы вы какую-то религию учитесь, не учитесь. Нас это не интересует. Главное, чтобы вы были хорошим человеком. Главное, чтобы вы делали, чему мы обучаем. Главное, чтобы вы были обучаемы человек и человек, который практикует знания. Человек действия. Вера, духовность, религиозность. Дайте, пожалуйста, свое определение каждому из этих понятий. Что такое для вас вера? Что такое духовность? И что такое религиозность? Какие из них наибольшей меру присуще вам? Я считаю, что религиозный человек это тот, который бросался на эти только соблюдения, атрибутах. Но внутри, возможно, он соблюдает, сделал для себя образ жизни, то, что говорится о этой священной книге, или то, что говорится о церковь или мечеть. И может быть и нет. Есть такие религиозные люди, которые, например, ну я так, по крайней мере, я так вижу это. Я расскажу свое мнение, я не хочу, чтобы кого-то из вас задевать. Пожалуйста, не судите за это так. Так, это мое видение, мое взгляд. Я считаю, что религиозный человек, если он могут на самом деле полноценно религию усваивать, у него будут и вера, и духовность. А если он просто это не осознал, бывает такое, что он религиозный, он, например, не каждый, кто ходит в мечеть, соблюдает все то, что говорится о мечети. Не каждый, кто ходит в церковь, соблюдает все то, что говорится о церкови, например, да. Поэтому вот это я назову религиозным, который только соблюдает ритуалы, только соблюдает ритуалы, а внутри он не менялся. А вот духовность, духовность, она воздержит в себе, это моральные ценности человека, я это так считаю. Это его моральные ценности, это его глобальные жизненные ценности. Духовность, я это так понимаю для себя. А вот вера, вера, это если скажем, что моя вера ислам, у кого-то вера, например, другая, вера бывает, конечно, если речь идет о религии, сейчас дальний момент вопрос о религии, поэтому, а вера бывает во всем. Но я считаю, что вера, это глубокая преданность, это глубокая преданность, и это то, что тебе дает сила, это то, что тебе дает надежда, это то, что тебе не дает сдаваться, не дает сломаться и так далее. Поэтому вера укрепляется, когда ты молишься, когда ты продолжаешь и так далее, и по чуть-чуть, по чуть-чуть результаты укрепляешь. находишь любой малейшие 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 скажем результате и за это благодаришь и каждый раз стараешься достигать по чуть-чуть по чуть-чуть новые результаты а когда для касаться религии вера она тебе помогает не сдаваться то есть не пришагнуть своих свои моральные ценности например ты нуждаешься но ты не воруешь ты нуждаешься ты не обманываешь а вот это крепкая и манкроп крепкой веры нужен для этого что даже даже в трудным ситуациях ты не поддаешься не поддаешься соблазну много же соблазна много же причин иногда испортит себя много же правильно поэтому несмотря на все это ты придерживаешь вот поэтому а если это все вещи объединять я считаю что религия это как всего лишь это виде как только что говорил виде выражение твоя вера и твои духовные ценности то есть это не ритуал то есть много люди религию только внешние вещи делает а внутри не делает это от того что он наверное не понял вот эта духовность или веру то есть от того что вот это она не стала его образ жизни нужно стараться чтобы это стало твой образ жизни что религия она упорядоченная эти ритуале ритуале например по воскресенном ходи церковь по пьяницам ходи мечеть и тогда то есть это некий стандарты и это есть эти ритуале которые выражают твою веру то есть через них ты выражаешь то есть ты говоришь что некоторые люди из которых я туда не хожу но зато в сердце верю зато мои поступки правильные зато хороший человек и так далее поэтому они путят они горят посмотреть на тот который сам церковь ходили то сам поп который в этот церковь преподает или посмотреть на тот который сам мечеть этом ходе намаз читать к чему способен в риоте так далее так далее понимаете почему потому что они со стороны видят вот эту ритуал вот эту ценность не видит а я читаю что если человек хочет чтобы реально духовно расти он должен все эти вещи объединить объединить религии это всего лишь отражение то есть внешность внешность эти вещи но их надо делать их надо делать потому что это есть как раз те правили которые надо соблюдать как как закон как дорожные правила как везде их надо соблюдать их надо делать какие из них наибольшую меру присуши вам мне если вы скажете честно скажу вам я все эти три вещи соблюдая одинаково духовность больше для меня присуши почему потому что это мой образ жизни когда я бываю когда например не в дороге так далее обязательно посвящая мечеть и так далее везде по меру как как получится у меня всегда хожу но а духовность она везде со мной она везде со мной даже когда мусор убираешь надо это убрать искренно а когда разговарив с человеком надо разговаривать в состоянии молитва когда ты в состоянии молитва разговаривать с человеком вряд ли ты будешь его врат вряд ли будешь его нагрубить у меня много минусы я работаю над собой чтобы их справить до сих пор но когда когда какое-то дело делаешь и насколько ты поглощаешься этим делом стопроценно живешь этим стараешься это делать максимум вот так вот это из духовность мне присушны вот это больше всего я с этим живу и и это помогает меня вот это помогать не чтобы не быть фальшивым это помогать везде быть естественным вот это хорошо помогает быть самим собой и не питаться выглядят лучше или не питаться кого-то убеждать а питаться питаться себя делать лучше вот произойти самого себя не сравнивать не завидовать а не обижаться на других вот это все у меня больше всего развита и я его соблюдаю развиваю и так далее какого партнера вы выберете из двух бизнесмена который честен однако равнодушен к религиозным вопросам или человека религиозного но в порядочной с которой вы не уверены в хорошо сказали я буду выбирать у партнера который честен я много раз ты лил ошибки если он религиозные и молитвы почти один намаз почитать и церковь ходит он для деда для себя меня какая разница он туда ходит или нет у него свое могиле завтра и у меня своя я выбираю того бизнеса мина с которым легче работать с которыми вместе можем усилить друг друга который очень честен самым ко мне честным даже если это задевает меня даже если иногда он не делят даже если иногда мы скажем в нашем взгляде может быть иногда будут не так одинаковые но если это дополняет мне если это мы дополняем друг друга я конечно выбираю того как это честен видите потому что на основе того есть духовные ценности понимать это очень важно я раньше делал так как вы написали здесь я раньше делал выбрали иногда по религиозным признакам что воду он духовный он намаз читает и так далее то есть внешние атрибуте нельзя воспринимать как как духовность я лучше выберу того кто честным путем живет честным словом живет потому что это есть духовность это есть настоящая духовность вот так что я выбираю того кто честно работает честно трудиться даже если он равнодушен религии я выбираю такого человека следующий вопрос бывали ли у вас сложности с партнерами из-за разногласия духовного порядка бывали у меня был партнер который который очень хороший человек очень честный человек у него были то есть он очень хороший человек и профессионал своей работы он был профессионалом но у него не было духовности у него не было духовности моральные ценности были другие ценности были разные самом начале я поддавался его профессионализмом он профессионал посмотрите интересно он не религозный человек он вообще никогда мечет церков не ходит он никогда молитвен ухом и моральные ценности он всегда одет в arte над к себе но и к сожалению это видел чуть позже и тогда у меня опыта было мало это 10 лет назад будет когда начать с ним работать но конце концов все равно расстался с ним 8 лет не работали вместе или 9 лет мы все равно потом я расстался с ним в конце концов потому что я все равно поймали его на нескольках путь и этапах где он меня хитрый идем мне можно сказать занос вел говорит мне неправду за моей спиной делать неправильные вещи то есть не обсуждал со мной эти вещи за моей спиной другим люди и меня то есть другими договориться одно мне говорили другое то есть он пытался жить за счет меня понимаете он профессионал своем работе но нету духовности когда духовность то нет то есть нету честности нету справливости так далее соответственно люди так дела и когда нету духовности человек пытается зарабатывать за счет партнера на самом деле не надо зарабатывать за счет партнера не у партнера надо брать надо брать с рынка с рынка деньги никогда не заканчивается у партнера не бывает много денег он рано или поздно его деньги заканчивается и потом конце концов вы можете один раз хитрый два раз хитрый три раз но конце концов все равно будет видно это рано или поздно это вылезет я хочу вам сказать так любой врань и раскрывается любой хитрый ранее или поздно распознается это же не одна раза партнерство партнерство это то что ты постоянно должен работать это все равно вылезет и как вы думаете эти ребята выигрыши сейчас нет много раз я столкнулся с такими людьми которые они как профессионал он хорош но как у него нету человече человеческой духовные ценности и у него этого нет и поэтому и страдал очень много раз вот сейчас вы верите за столько лет свою работу я всего только последние четыре года или пять лет я научился работать в партнерстве это требовалось огромный труд чтобы четко понимать с кем можно быть партнером с кем нельзя быть партнером пока дело хорошо идет все довольны вот когда чуть-чуть не так пойдет тогда не начинает все показывать вам то что телевизор даже не показывает они начнут показать себе с так и худшей сторону либо если бизнес хорошо пойдет тоже у них начнет задеваться и так далее поэтому надо работать с тем у кого моральные ценности высокие и в его моральные ценности похожи на ваши что ваша точка зрения его . она была похожа одинаковая но когда у человека есть по крайней мере чуть-чуть духовности хотя бы там не знаю богобоязненность с ним намного легче работает вот это я заметил он профессионал но у него вообще нету духовность с ним намного тяжелее он профессионал но есть немножко хотя бы духовной ценности либо как человек духовность развита либо религиозно с ним ножка хотя бы что он ход мечет ходить и так далее лихо церковь ходит немножко религиозность есть и а соответственно его религиозность это среда где где говоря да бога где говоря богобоязненности и так далее это по крайней мере немножко у него вот это формирует богобоязненно с этими людьми намного легче по сравнению тот который профессионал но вообще далеко от все эти вещи с ними еще тяжелее вот за эти годы я почитал два дня назад 67 или до 67 проектов касса я был партнером инвестором или там учредителем и вот с этим я много раз столкнулся исходить опыта рассказываю вот следующий вопрос что должно случиться чтобы вы прекратили отращение с бизнеса партнерами и больше никогда не работали с ним то есть чтобы я испытывал отвращение не работал с ним несколько вещей первые если на мои духовные ценности не совпадают я это показатель что должен с ним прекратить работать то есть я имею ввиду какие например я привожу примере я очень много занимаюсь благотворительности и иногда мои партнеры когда мы выросли бизнес не который ночлега зачем это надо давайте не будем так и так далее бывали такие случаи или начнет по-своему говорить понимаете когда в начале бизнеса когда особенно в начале бизнеса и бизнеса маленький или его вообще только не было и когда эти люди пришли ко мне чтобы стать со мной партнером в тех моментах они были другие но когда чуть-чуть дела пошло и так далее хорошо поставлена работа и так далее немножко больше зарабатывать у них начнет голос появится они начнут меня уже диктовать условия когда они вот это перешагает вот эта трудность они начнут меня условия диктовать поэтому раньше опыта мало было я не понимал сейчас это все сразу в самом начале пути все разобраться много показатель если без мы то есть не сообща принимать решение самка хочет так и делает это очень неправильно в партнерство на совместно принимать если часто лезет в кассу берет деньги бы деньги не обсуждая вместе если у кого клиента продаете что-то не будет так далее да из нашим продукт или чего-то клиенту продать или какие-то контракты за заключает и деньги берет и об этом и узнал потом со стороны когда имеет об этом узнал со стороны это мне очень сильно задевает что почему это что тяжело говорит что ли или потом со временем я узнаю это показатель что с этим партнером не надо работать дальше потому что конечно такие вещи бывают раньше это все от моей нехватка опыта было нехватка знаний сейчас нету такие вещи но если я вижу что такое сразу прекращу работу с этим человеком потому что это человек не понимает партнерство партнерстве например один один лошадь тянет три с половиной тона 2 лошадь до 15 один трос держит 10 тонн два троса когда заворачиваешь вместе вот их держит она держит 30 тонн то есть энергия снега происходит партнерстве партнерство работать выгодно но нужно найти такого как ты сам нужно найти такого человека который ценность похожи на тебя цели похожи на тебя и за этим человеком ты можешь далеко пойти и знаете вы одинаковые равномерный то есть равноправный партнер очень важно равноправный партнер вот это очень важно если у одного партнера будет превосходственно другого он это шанс рано или поздно используют вот это очень важный момент поэтому надо сделать так что ни у одного партнера не было шанс кинет другого или но одного партнера не было шанс и превосходственно другого потому что если будут у него чуть-чуть шанс у него и обязательно рано или поздно используют сколько возможно доверять сколько раз можно доверять людям снова после того как они тебя подвели в бизнесе или в личных делах и сагас годы опыта я научился такой подход третий не должно быть просто это подход для себя определить конкретно во всех параметрах своей жизни трейтера не должно быть то есть со мной третий не должно быть это что значит первый раз если что-то делать кто-то я его предупреждаю второй раз когда это сделать я просто перестану с ним дальше работать и отношения строить все и всегда себя без обе этот обещаю третий раз не должно быть поэтому я самом начале должен придумать все детали чтобы не дать возможность другим хитрить меня не дать возможность другим управлять миною но от того что иногда очень занята другие этим используются от того что очень много занята для действительно много работы и поэтому иногда из поля моего фокуса что-то отпадает и поэтому сейчас конечно у меня есть команда который мне помогает в этом если где-то что-то чего такое происходит если один раз человек мне подводит так второй раз а я с ним прекращаю и один раз он подвел я с ним полностью сижу и что с канала это все обсуждая без обида без претензий без ничего ах что второй раз этого не было а когда вижу второй раз человек это делал после того когда мы это обсуждали с ним после того когда ему донес этого после того когда мы приняли решение совместную если вы что второй раз он это сделал я просто уже принимаю решение с этим человеком ними никакие дела больше а потому что третье не должно быть это правило моей жизни 3 не должно быть она мне помогает дорогие друзья ставьте лайк под наши рубрика рекомендуйте своим знакомым друзьям нашей рубрику с удовольствием будут служить вас отвечать на ваши вопросы давайте актуальные вопросы посмотрите под рубрика есть кнопки еще открывайте посмотрите там есть где график тренингов и так далее посмотрите где можно купить книги потому что часто нам пишут где купить книги где будет тренинг и так далее большое вам спасибо больше конечно люди